Музыка Он сказал, не оставлю, не покину. Он сказал, прибуду во все дни, вот я одинок. Нет, не говори неправды, если кто-то так говорит когда-то. Вот я один, вот я оставлен. Нет, Бог с тобой, Бог с нами. Это Его обещание. Слава Иисусу. Поэтому радуйся, торжествуй, что есть Господь, Бог, Который решает проблемы. И, наверное, человек не может, государство не может, Врачи не могут, Бог может. Он всемогущий Бог. Он всемогущий. В Библии говорится, есть ли что невозможного для Него? Нету ничего невозможного. Не делая Его маленьким, Не делая Его, как знаете, на картинках, на иконах, Такой маленький. Он не такой. Он большой. Он всемогущий Бог. Слава Ему вовеки. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Слава Господу. Я сегодня получил сообщение, что должен принести Вам слово И, как бы, быть среди Вас. Поэтому я прибыл со своей женой. Вот жена моя приехала ко мне, Эля. Я, как бы, представляю. Ее не было больше, чем полтора месяца. Так что я ее очень ждал. И сегодня мы вместе приветствуем вас еще раз. У меня, знаете, такое сегодня слово, оно сочетается или идет параллельно, когда проповедовал Владимир. Может быть, он чуть раньше говорил о страданиях Христа. Он говорил о страданиях человечества. Может быть, он говорил о благодати Божией в среду. Я не слышал. Но чувствую, что, как бы, есть нечто, что я хочу, может быть, параллельно вам преподать. И себе тоже. И себе. Мы должны себе напоминать. Мы, человеки, забываем, упускаем. Поэтому, знаете, и, может быть, для кого-то эта тема, она не совсем, знаете, популярна или ожидаема. Но она очень важна. Важна, знаете, для чего, в чем смысл, в важности этого слова, что мы должны пройти эту жизнь. Мы должны быть способны пройти эту жизнь. И моя тема касается скорбей. Скорбей в жизни. Знаете, Евангелие, оно не исключает это слово, но говорит о нем много. Иисус Христос сказал. Говорил очень много. Я даже вчера с молодежью встречался в лагере, и девочка подошла одна и говорит, помолитесь. Просто трудно жить дома. Родители, они не могут согласиться, что мы уходим в церковь. Они говорят, лучше бы мы были пьяницами, как мы пьем, понимаете, скорби. Одних ребят я услышал, что где-то их обзывают. Скорби. Скорби прошли по нашей жизни. Может быть, кто-то не пережил, кто молодой. Но кто прожил, мы знаем, что они проходят через нашу жизнь. И это по-евангельски. Даже Иисус Христос сказал, меня гнали будут гнать и вас. Скорбь, гонение. Я помню, когда я шел в армию, у меня было сильно, большими буквами написано, что я баптист на моем деле. Что я баптист. И меня хотели далеко отослать, когда я попал на службу не в тот род войск, я попал на флот, и меня хотели сослать далеко, на новую землю, чтобы меня, верующего, никто не видел, и обо мне никто не знал. Но Бог, Отец, Оно остается Отцом. И моей службе многие позавидовали. Я не был сослан. Я просто... Большая история. Когда я искал Господа, говорил, Господь, Ты Отец. Люди думают одно, они хотят другого, но у Тебя есть свое. И я помню, да, у меня был такой выбор, быть ли мне тайным учеником, притаиться, чтобы меня не посадили в тюрьму вдруг, потому что, как бы, надо было стрелять, брать оружие. И я как-то попал в секретную часть, и у меня был свой хороший кабинет, у меня была охрана со мной. Я часто ходил в город, получал секретные сведения, и докладывал командиру. То есть, моя служба была, гарантировала мне, как бы, отпуски, спокойствие. Но я говорил, однажды сказал, спустя месяц, правда, сказал, я христианин. И начальник посмотрел на меня очень сурово, вызвал особый отдел, и меня просто, от таких, знаете, моих мечтаний, что я хорошо, спокойно прослужу, от моих мечтаний, бросили в другие, как говорится, переживания, и с решением убрать меня подальше от дивизиона, от центра. Это Мурманская область, где я был. Но Господь был со мною. И, знаете, в эти 18-20 лет, которые я прожил, молодых слушает, слышит Господь так же, как и пожилых. Просто надо было молиться и сказать, Господи, заступись. Господь, сделай то, что в Твоем плане, помоги мне. Я помню, убегал, знаете, у нас в сопке, и я убегал туда и становился на колени, и говорил, Господь, Ты мой Бог, я не хочу туда, я хочу быть там, где я был. И Господь это слышал. И меня ворочают назад на корабль на свой, и подходит ко мне это майор или капитан третьего ранга, и говорит, ну что, святой отец, вернулся? Я говорю, да, я вернулся. Я не хотел об этом всем говорить, извините. Но я скажу. Ты верующий? Я говорю, да. Вам воровать не положено? Я говорю, нет, не положено. Я, говорит, тебя поставлю на офицерскую кухню, где ты будешь ворить офицерскому составу и будешь служить офицером. Это со 150 человек, два человека, которые претендовали на это место. Я ни в коем случае не должен был туда попасть, потому что моя боевая часть или мое предназначение было связано с мазутами, с мазутом, с насосами, с банями, короче, с водопроводами. Это наша боевая часть, она не была санитарной такой. Нам непозволительно было работать на кухнях, знаете, потому что мы как бы у нас руки иной раз в мазуте, иной раз мы не совсем чисто одеты. И начальник говорит, и он берет меня. И я ел сгущенное молоко, я ел апельсины на севере в 77-м году, я питался, как хотел, я питался, как офицеры питаются. Я просто, я просто думал, Господь, я твой сын, и ты, ты заботишься, ты знаешь, Господь, ты знаешь, как все разрулить и как все поставить, несмотря на ситуацию. Понимаете? И многие мне завидовали, и я пришел домой, я был в отпуске, что хорошо готовил офицером, кормил 30-40 человек, мужчин, я пришел в отпуск, я первый ушел домой, вот. Поэтому, как бы, Господь благой, если вспоминать Его милости, знаете, мы пели песни в церкви, раньше так, со сборника, и там была песня, или написано, милости Господне вспоминай, ты вспомни тоже, понимаете? Вспомни и поблагодари Его, потому что Его милость, она сопровождает каждого. Меня начало сопровождать с раннего детства. С раннего. Надо просто желать Господа. Да, ошибки были, да, смущение, но чуть что бежал к Богу, и Господь выходил навстречу. Несмотря, может быть, на совершенство. Приходил, Он придет к тебе. Но надо было, помню, бежать в сопки и падать в этот мох и говорить, Господи, помилуй меня, я нуждаюсь в Тебе. Поэтому молитва, молитва, твой крик к Богу решает ситуацию. Решает. Ты думаешь, проще может быть. Я не думаю. Господь говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Воззвать. В суете ли? Мимоходом? Нет. Возьми время специальное. Возьми время отделенное. На это Бог обращает внимание. Не просто, когда в машине, не просто, когда набегу, с бутербродом в руках. Не просто. По-другому. Найди время. Найти нам надо время. Я убегал, для молитвы я знал, что меня могут увидеть. Может быть, накажут. Отсутствую. Перешел, ушел с корабля, побежал на берег. Да. Поэтому, знаете, есть такой опыт знать Бога, может быть, отчасти. И знать Его, что Он любит. И знать, что Он любит тебя. И ты можешь, в свою очередь, прийти сюда, если бы кто предложил и сказать много, что Бог сделал. Да? Ты бы сказал много. Вот. Потому что, по-другому не бывает. Столько милости. И все это копится по жизни. И к концу жизни мы видим, так Бог, благ. А поначалу, конечно, всего по чуть-чуть. Но надо двигаться, познавать Бога, приходить к Нему. Он будет отвечать. Будет накапливаться этот, значит, накапливаться этот опыт или накапливаться, ну, вот этот вот багаж благословений. И ты скажешь, Бог живой. Люди скажут, да ты безумный. Да ведь, кого ты веришь? А мы скажем, Бог живой. Являлся Господь. Благословлял Господь. Не покидал Господь. Да, это так. Это точно. Поэтому ободрись, что Бог сегодня реальный и живой для тебя. Кто слаб здесь? Кто, знаете, плетется половину Господу жизнь, половину мирскую? Нельзя так. Бог хочет наших взаимоотношений. Господь хочет нашего, нашей преданности. Господь говорил, нельзя служить двум господам. Нельзя служить одному и мне. Знаете, это как семейная пара. Кто-то не позволит своей жене изменять, да? И жена не позволит нормально изменять мужу. Ты мой, я не позволю. То есть, ты не можешь. Мы не можем изменять Господу. Потому что он, написано, ревнует. Он ревнует о том, чтобы мы служили ему. И только ему принадлежали. Потому что другой господин, он никто. Этот вор и убийца. Роль которого извратить помыслы человека. Украсть, убить и погубить. Но Бог, который нас создал, который дал, жадал жизнь свою за нас, Он претендует на наше внимание. Он претендует на нашу любовь. Он претендует на нашу преданность. Понимаете? Поэтому нельзя никак ходить двумя путями. Нельзя. Хочешь быть благословлен, хочешь быть услышан, держись Господа максимально. Максимально. Если где я ступился, беги к нему. Господь я ступился, но мой выбор ты. Господь, мой выбор ты. Я не выбираю князя этого мира. Я не выбираю похоти. прелести, временные греховные наслаждения, от которых есть расплата, за которые есть расплата, но, Господь, я выбираю и тебя. Выберем Господа, да? Аллилуйя. Да, слава Господу. Не думал вступление такое делать. Значит, давайте мы как бы подойдем к слову и возьмем для себя нечто. Я хочу, значит, предложить вам открыть Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Слова Иисуса Христа ученикам и не только ученикам, я думаю, потому что дальше по Библии везде мы видим это слово звучит ко всем. Сие сказал я вам 33 стих, чтобы вы имели во мне мир. В мире же будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Имейте со мной мир, другими словами. В мире окружающем вас будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Здесь как бы такие, можно сказать, две такие главные детали. Господь говорит, обращает на себя, со мной имейте мир, и в мире будете иметь скорбь, но имея со мною мир, я побеждаю мир. то есть я помощь ваша. В мире здесь говорится, здесь говорится, Господь говорит, чтобы имели во мне мир. Я другие переводы не считал, но я понимаю, Господь говорит о взаимоотношениях наших, со мной имеет взаимоотношения, потому что в этом мире будешь иметь скорбь. И имея со мной взаимоотношения, со мной мир, не вражду, но мир, ты победишь мир, потому что я победил мир. Пройдешь скорбь, потому что в мире будешь иметь скорбь. Я чуть-чуть сказал о скорбях, их довольно много. Знаете, если бы мы жили в Еденском саду, и не было грехопадения человека, мы бы и жили беззаботно. Нас бы не касались трудности, переживания, смерть, потери близких, немощи, болезни, угнетения, притеснения, то есть очень много всего, что нас коснулось после того, как мы стали греховными по натуре людьми. Грех пришел в мир, сатана пришел в мир, и появились различные обстоятельства, хотим мы или не хотим, иной раз по нашей причине, иной раз не по нашей причине, иной раз планы дьявола, но случаются скорби. Случаются скорби, которые мы, имея которые у нас есть вопросы, может быть к Богу. Имея скорби, человек переживает очень большие угнетения и большие страдания. Понимаете? Знаете, когда атеисты и другие третьи говорили, что Бог виноват в войне, не виноват. Не виноват. Господь не творец скорбей. Он помощник в скорби. Библия говорит, что я скорый помощник в скорби. Поэтому это ложь была. Это была игра политиков на разделы владений, на управление странами, городами. это политика, это зло. Бога туда нельзя вмешивать. Господь, когда-то Петр хотел заступиться за него. Господь говорит, вложи свой нож в ножны. Нельзя. Нельзя. Даже себя Господь не позволил защищать, потому что не в кровополитии его план. Его план в любви. Поэтому Господь не родоначальник зла, но Он сказал, что в этом мире, который нас окружает, мы будем иметь скорбь. Понимаете? Не огорчимся на Бога. Я сейчас прочитаю несколько мест, но мы должны быть готовы пройти, мы должны быть способны пройти. Вот в этом ключ для нас. И я скажу, какой. Не просто, знаете, мы сейчас нагрузимся скорбями, что нас ждет, и мы, как бы, нам будет. Нет. Есть хороший ключ. Есть Слово Божие для нас, как здесь говорилось вначале, что имейте со мною мир, я побеждаю мир, я побеждаю скорби. Но есть другие подходы, поэтому я вам также предложу их послушать. Возьмем другое место. Деяние 14, 21, 22. Деяние 14, 21, 22. Когда апостолы проповедовали Евангелие, приобретая довольно много учеников, 21 стих, утверждая души, 22 учеников, увещевая, пребывать, увещевали, пребывать в вере, получая, что многими скорбями надлежит вам, нам войти в Царствие Божие. Многими скорбями. То есть как бы жизнь такая, что знаете, церковь, церковь проходит через скорбь, касается ее скорбь. и это не по причине того, что знаете, Господь определил, конечно, и допускаем, что Господь для некоторых разрешает, чтобы коснулась скорбь. Я помню одного человека, он был верующий, он был пожилой, у него были определенные года, он был в церкви много лет назад, мы говорили об исцелении, он говорит, я не хочу, чтобы мне Бог исцелял, ибо я пойду грешить, блудодействовать. Лучше пускай я буду болен, чтобы моя плоть, она была смирна. Это человек, грешный человек, и, видимо, Господь может допустить страдания, дабы спасти душу человека. Я допускаю, что Господь может допустить определенные обстоятельства скорбей, чтобы человека поднять на другой уровень, чтобы ему показать, что это не то, в чем ты должен быть, ты должен оставить это, ты должен освободиться от этого и жить в благословении, в исцелении. Разве Господь определил болезнь, чтобы человек изнемогал и это было, знаете, гранью, ограничением его греха. Нет. Господь хочет, чтобы мы были свободны. Господь хочет, чтобы человек был свободен и был исцелен и прославлял Господа, а не говорил, Бог мне наложил, дабы я не грешил. Это человеческий такой, знаете, подход. Бог не так думает. Бог хочет, чтобы человек освободился, понимая, что его плоть, она хочет грешить. Господь через обстоятельства говорит человеку покаяться. Поэтому есть различные ситуации. Есть, знаете, человеческий фактор. Господи, почему? Человеческий фактор, беда. Мои родственники теряли друзей, теряли родных и близких. Боль невыносимая. Человеческий фактор. Превысил скорость. Другой человек наехал. Есть такие моменты, когда мама говорила, помню, своему сыну одному. Сынок, продай мотоцикл. Продай. Много раз говорила. Трагедия была у моей сестры. Он говорил, мама, ничего не изменишь, только молись. Мама молилась, молилась. Сынок, продай. Продай. Ненормальное движение. И однажды он не пришел домой. И это боль. это скорбь, о которой также говорит Господь, что она может коснуться по разным причинам. Но в Боге есть милость. В Боге есть милость пройти это. Пройти. Еще одно место я вам предложу. Это филиппийцам. 4, 12, 13. Апостол Павел говорит, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. голод, недостатки, проблемы, трудности. Апостол Павел, ты что, апостол, у тебя нету веры? Ты что, не доверяешь? Доверяю Богу. И могу это все пройти с Богом. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я говорю об укрепляющем нас Господе. Есть Бог, который укрепляет нас, и мы можем пройти. Умею, говорит, жить. Скудно умею. Много умею. Все могу, другое могу. Понимаете? Господь, который укрепляет. У нас привилегия по отношению мирского человека, неверующих, что мы имеем Бога, который помогает пройти. Почему мы в Него верим? Потому что вот Он такой. Не просто сказал, я тебя люблю. Не просто сказал, позабочусь. Или кто-то нам сказал, а тот, который вот такой реальный, укрепляющий, помогающий, дающий. Вот в такого Бога мы верим. Слава Господу Иисусу Христу за это. Его его заце его его ak и его испуг его celebrated